Мария Метлицкая «Цветы нашей жизни» Ну, здравствуйте, дорогие мои! Тем, кто со мной пока не знаком, представлюсь, Мария Метлицкая. Как любит меня представлять в родном издательстве автор душевных рассказов и романов о самых обычных людях. Это абсолютная правда. Одна из первых моих книг так и называлась «Наша маленькая жизнь». Жизнь обычных людей мне действительно интереснее жизни олигархов или, скажем, богемы. Я ведь тоже самый что ни на есть обычный человек. Живу такой же жизнью, что и вы. Я тоже жена, мама и бабушка. И также провожу много времени у плиты, чтобы побаловать домашних вкусным обедом. Также решаю их многочисленные проблемы. У меня также болит сердце за них. И я стараюсь сделать всё возможное, чтобы в доме у меня было вкусно, уютно, чтобы не было напряжения, чтобы все друг друга любили, уважали и берегли. В предыдущей книге советов мы с вами успели поговорить обо всём понемногу. И о мужьях, и о детях, и о свекровях. А сейчас предлагаю поговорить о детях подробнее. Почему? Думаю, понятно. Кстати, мы по-прежнему на «ты». Договорились? Так проще, мне кажется, обсуждать самое насущное. То, чего не доверишь иногда даже маме или любимой подруге. Отношения с собственным ребёнком выстраиваются годами, а разрушить их можно в одночасье. Достаточно дать повод заподозрить тебя в неискренности, в том, что ты по другую сторону баррикад. Это только кажется, что, родив ребёнка, мы получаем пожизненную индульгенцию. Говорю, что хочу, делаю, что хочу. Он, она меня поймёт и простит. Увы, наступает время, когда кредит доверия исчерпывается. Опытные родители знают, что такое подростковый возраст, когда ваш нежный цветок, который всегда покладисто выполнял ваши просьбы, безоговорочно вам доверял и каждое ваше слово воспринимал как аксиому, становится колючим ежом. Когда все слова он начинает воспринимать в штыки, хамит, обязательно на ваше «да» говорит «нет», на чёрное, белое и так далее. И вот к этому-то моменту нужно, чтобы ваши отношения были настолько доверительными, чтобы та ниточка, которая между вами существовала всю жизнь, не порвалась. Отношения с ребёнком, как бы цинично это ни прозвучало, важнее даже отношений с мужем. С мужем, если совсем не в моготу, ушли взаимопонимания и чувства, можно и развестись. С ребёнком развестись нельзя. Но мы как раз и поговорим о том, что делать, чтобы с мужем не развестись, контакт с ребёнком не потерять и прожить с ними в мире и согласии. Совет первый. Пусть муж принимает участие в воспитании с первых дней. Знаете, меня всегда удивляет такая мужская позиция. Вот пока это существо в пелёнках, я к нему подходить не стану. Толку с него никакого, ни в футбол поиграть, ни пиво выпить, ни в баню сходить. Вот когда он станет мне компаньоном во всех этих мужских суровых развлечениях, тогда я, пожалуй, начну с ним общаться. Глупость несусветная, уж простите за резкость. При таком раскладе ребёночек папу-то и не узнает, не поймёт, что за чужой мужик его приглашает в баню или зовёт на футбол. И, кстати, интересно, а что делать, если родится девочка? Вот ведь удар судьбы. Ни тебе в баню, ни тебе на футбол. Многие женщины культивируют в мужчинах убеждённость, что те сами – дети. Только что разглядывала глянцевый журнал, а там яркий заголовок. Собираетесь в отпуск? На кого оставить мужа? Вот то ли речь о несовершеннолетнем идёт, то ли вовсе о домашнем животном. Как будто муж – человек беспомощный и в отсутствие жены непременно будет ходить голодным, заросшим, в грязной одежде, потому что в кухне он привык заходить только, чтобы поесть. К стиральной машине приблизиться боится. О существовании в доме посудомойки подозревает, но пользоваться ею не решится. А того хуже, почувствовав свободу, нашкодит. Хорошо, если не спалит квартиру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!